Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я выступлю в сообщении, посвященной теме нашей конференции 95-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Когда-то Пушкин в своем письме Чагаеву писал о том, что он прекрасно дает себе отчет о том, что происходит в России, и многое в российской жизни его огорчает и даже оскорбляет, но он ни за что на свете, цитирую, не хотел бы ни переменить Отечество, ни иметь другой истории, чем история наших предков. И думаю, что именно так мы должны относиться к Великой Октябрьской социалистической революции. Это данность нашей истории, и эта данность не теряет своего значения, даже отодвигаясь по времени. Сегодня, как мы знаем, опубликовано очень много книг, очень много информации. Вот недавно фильм показали о том, как происходила Великая Октябрьская революция. Некие люди с сознанием истинных последней инстанции рассказывают нам известные, а они демонстрируют малоизвестные факты. Я думаю, что вот такие поверхностные оценки, сделанные по спецзаказу, конечно, не то, что мы должны знать и не то, что мы должны реально с вами оценивать. Мы видим попытки либо такого улубочного пересказа из, в том числе, похожего на известный учебник истории краткого курса ВКВБ, либо некие попытки рассказать нам о какой-то международной закулисе, чуть ли не масонском заговоре и прочее, прочее, прочее. И таких попыток будет еще много, потому что на самом деле величие октября от этого не умолится. Вот здесь я хотел бы высказать свою личную точку зрения. Я считаю правильным говорить о Великой Октябрьской революции. Великая – да, безусловно. Почему-то французы не стесняются праздновать 14 июля день Великой Французской революции, хотя крови она принесла тоже немало. А мы почему-то сейчас скромно часто говорим, просто упоминаем, что да, был какой-то октябрьский переворот или октябрьская революция, убирая из слова «великое» слово «социалистическое». Как я уже сказал, по «великой» я считаю, что мы должны гордиться тем, что именно в нашей стране произошла революция, которая изменила весь мир, изменила всю историю человеческой цивилизации. Да, жестокой и очень больной ценой прежде всего для русского народа, для всех народов нашей страны. Но, тем не менее, это была действительно революция великая. А вот с точки зрения социалистической я бы поспорил, потому что социализм без демократии невозможен. А то, что мы видели при построении советского социализма, конечно, абсолютно было иным, чем принципы демократии. Поэтому я в своем докладе буду о этой Великой революции так и говорить. Великая Октябрьская революция. Поле мироводренческих размышлений о смысле октября в конечном итоге должна стать полем нашей общей памяти. При всех самых разных толкованиях тех далеких событий, они глубоко укоренены в народном сознании. Еще мы знаем, что Федор Михайлович Достоевский писал, «Высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажды нее». И события 1917 года стали знаменательной попыткой российских народов вырваться из цепей холопства в социальной справедливости и свободе. Идеи, во имя которых была совершена Великая Октябрьская революция, бронили по Европе в течение двух предшествующих веков. Социалистические теории существовали и до марксизма. Были утопии, была, как вы помните, Парижская коммуна, первой социал-демократической партии, первый коммунистический интернационал. До октября 1917 года революцию в России ждали 100 лет со времен декабристов. Самые великие умы России говорили о грядущих потрясениях. Возникали революционные организации, народная воля, черный передел, союз борьбы за освобождение рабочего класса и многие-многие другие. Ведь начало башевизма, как мы помним из реальной истории, положил съезд в Минске в 1898 году, в котором участвовали всего лишь 9 человек. И тем не менее, это было действительно начало великой истории и великого пути. Все революции сначала происходят в умах и сердцах, а потом на улицах. Вот это нужно не забывать и в том числе помнить, уже оценивая сегодняшнюю ситуацию в нашей стране. Поэтому считать октябрь детищем большевиков, случайно удавшимся переворотом или некой победой кучки заговорщиков, конечно, наивно, неправильно и антиисторично. Самое главное, революционные потрясения в России не были изолированным событием, а являлись частью глобального процесса. И об этом тоже нужно помнить. Мы помним, как в начале 20 века шли революционные выступления в Китае, в Мексике, Венгрии, Индии, Турции, Монголии, во многих других странах. Такой был мировой контекст, такой был тренд, как мы бы сказали сегодня на современном языке. Многие страны оказывались перед историческим выбором, либо плестись в хвосте мировой истории, либо осуществить модернизационный прорыв, мобилизовав все силы нации. По-разному все страны вышли из этого очень непростого вызова истории. Осенью 1917 года корабль российской государственности практически тонул, и это исторический факт. Временное правительство оказалось пустым звуком. Российская элита, в том числе и либеральная интеллигенция, расписала свои полные неспособности управлять государством, экономикой, обществом, вообще чем-либо управлять, что, к сожалению, характерно и сегодня. В этих условиях Совета стали единственной реальной представительной властью, действительно представляющей очень широкие слои народа. И то, что от их имени была предложена советская власть, можно считать естественным ходом событий. Элиту государства не увольняют за профнепригодность, ее сметают. Это один из главных уроков истории. Кстати, очень нужно вспомнить, что английский известный писатель-фантаст Герберт Уэллс в 1920 году привез из Москвы и Петербурга абсолютно четкое осознание, что большевики были на тот момент единственным возможным правительством для России. И думаю, что в этом есть действительно очень большая доля правды. Отдовременно с революции произошел и крестьянский бунт, беспощадный, но далеко не бессмысленный. Крестьянство попыталось реализовать свой идеал уравнительного трудового пользования землей. Однако временная победа в конечном итоге и для них обернулась поражением. Каковы итоги Великой Октябрьской революции? Хотя история не имеет сослагательного наклонения, как мы знаем, но если бы Великая Октябрьская революция не случилась, еще неизвестно, что было бы в мире. Изменилась не только Россия, изменился весь мир, я уже об этом сказал. Позитивная энергия Октября поистине масштабна. Она заставила правящие круги всех стран Запада срочно искать новые ответы на те вызовы, с которыми они сталкивались, видя, как возрастает классовая борьба и в каком униженном состоянии находится рабочий класс, те самые созидательные силы, в конечном итоге те, кто и должен, и творит историю, и мир. И мы видим, что они очень грамотно пошли по пути социальных преобразований. И, кстати, во многих странах стали возревать действительно и мощные социалистические партии, и они еще до Второй мировой войны где-то уже стали приходить в власти, но это еще все-таки была проба пера. В дальнейшем уже в новейшей истории мы видим совершенно другие процессы. И самое главное, что вот эти идеи Октября позволили объединить пировое сообщество вокруг идеологии социального прогресса. Если говорить о самой России, то документы первых лет Октября, многочисленные резолюции, митингов, каких-то собраний, которые происсекали по всей территории России, и те резолюции различных съездов и комсомола, и профсоюзов, и многих других, это настоящее кипящее море энтузиазма, творчества идей, сплочения родовластия и гуманизма. Это была великая надежда, надежда людей на достойную, гармоничную и безопасную жизнь. Не буду рассматривать весь период в советской истории в течение 74 лет, но давайте вспомним. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, престиж научного и инженерного труда, бесплатное жилье, организация взрослого и детского отдыха, досуга – все это было. В 60-е годы мало кто сегодня об этом вспоминает, но это реалии нашей общей с вами истории. В 60-е годы СССР стал первым среди развитых государств по таким параметрам, как низкий уровень смертности, преступности, самоубийств. Советская наука и культура были подлинным феноменом мировой цивилизации XX века. И об этом ни в коей мере не стоит забывать, когда мы спокойно и объективно взвешиваем итоги нашей истории, в том числе советского периода. Советская культурная традиция до сих пор пронизывает нашу жизнь, служит культурным фундаментом, который тормозит сползание страны в Третий мир. Но достижения советской власти ни в коем случае не могут оправдать ни террор, ни массовые репрессии, которые тоже были. И вот здесь я еще раз хочу сказать, нам не надо стыдиться никаких фактов нашей истории, но только мы должны все помнить и оценивать, и говорить честно. Да, были репрессии, да, была коллективизация, которая была практически войной против христианства, но была Великая Отечественная война, был прорыв в космос, было то, чем я сказал, потому что сегодня, когда в Конституции написано о том, что у нас образование бесплатное и здравоохранение бесплатно, мы-то с вами понимаем, что это уже не так. И мы понимаем, что в целом очень хорошая Конституция сегодня практически является неким протоколом о намерениях, чем реально действующий. Вспомним седьмую статью, где говорится, что Россия – социальное государство. Но разве мы – социальное государство? Конечно же, нет. Сама по себе социалистическая идея не виновата, что во главе грандиозного социального эксперимента оказались деятели, которые по меткому выражению Григория Приханова были левее здравого смысла, которые пришли к власти схемерами мировой революции, уверены, что она действительно вспыхнет и будет всеобщей. Они не оценили те реальные подвижки в массовом сознании, которые действительно стремились найти новый выход. Но это, конечно, не через мировую революцию. Я, кстати, еще раз хочу подчеркнуть, что умышленно считаю, что та Великая Октябрьская революция не была социалистической, потому что, еще раз хочу сказать, без демократии нет социализма. То, что она так называлась, это все-таки желание выдать, когда желаемое выдавалось за действительность. Самой большой, наверное, ошибкой, граничившейся с преступлением большевиков, стала жестоко и ничем не оправданная война с российским христианством. Коллективизация – это, по сути, продолжение гражданской войны. И сегодня мы видим, что до сих пор даже попытки возродить нормальный фермер, что все равно натыкается постоянно на бюрократические и даже психологические препоны. Это все следствие вот той самой нашей общей истории. Каковы уроки октября? В свое время белая миграция, будучи неудел, озаботилась выходом России из большевизма с наименьшими потерями. Всем было известно высказывание Троцкого о том, что советская бюрократия рано или поздно превратит свои привилегии в собственность. В конечном итоге, через десятилетие так и получилось. Дети и внуки советской номенклатуры, назвав себя либералами-рыночниками, без сожаления покончили с тем, что задавали их отцы и дети, плохо понимая, что делать дальше. В 90-е годы они повели себя как самые настоящие большевики. Другими словами, история повторилась, но только уже с обратным знаком. Приватизация, проведенная в 90-е годы по своей политической бездарности, ничем не уступала коллективизации. И только усталость народа позволила избежать масштабной гражданской войны. Трубадуры свободного рынка 90-х годов мало чем отличались от сладкоголосых певцов развитого социализма. Они так же, как и предшественники, подвергли и поношили все, что было до них. Что в сухом остатке? В экономике все та же модель догоняющего развития. В политике укрепляющаяся монополия все той же одной партии. И надо, конечно же, вырываться из этого порочного круга. Вопреки известной поговорке, история все же может и должна преподавать нам уроки. Урок первый. Не надо никаких революций. Все революции без исключения безжалостных платируют человек. Добрых революций не бывает. Это очень важный урок истории. Революция сама по себе есть катастрофа. Существуют другие возможности двигаться вперед к свободному, справедливому и солидарному миру. И солидарному обществу. И я уверен, что будущее как раз за свободным, солидарным, социалистическим обществом. Я верю в новый социализм 21 века. И здесь я согласен с Кимом Алексеевичем, что именно социалистическая перспектива – это перспектива развития всей мировой и человеческой цивилизации. Вот лично я, как гражданин Российской Федерации, не хочу и не приемлю строительство капитализма в нашей стране. Я хочу, жажду и уверен, что у нас будет другое будущее. И будущее именно за социалистическими идеалами. Потому что настоящие социалистические идеалы – это не то, что мы с вами знаем из учебников истории, а это то, что общими усилиями нам еще предстоит построить. И я абсолютно убежден, что именно Россия, Российская Федерация в 21 веке явит вот этот урок, эту модель, этот опыт. Потому что именно Россия станет сначала духовным, интеллектуальным лидером, а затем и экономическим лидером в 21 веке. Но только тогда, когда мы отринем этот безжалостный олигархический капитализм и поймем, что будущее за другими идеалами. И еще есть одно очень важное условие при проведении реформ. Реформа должна быть понятна и поддержана обществом. В противном случае ничего не получится, и мы это видим на опыте реформ 90-х годов. Опыт реформ того периода – это, конечно, отрицательный опыт. Эти реформы были навязаны обществу. По целому, ряд показателей до сих пор не вышли даже на дореформенный уровень. Но это еще полбеды. Мы не знаем, что строим и ради чего. Реформаторы громко отчитались в уничтожении химеры коммунизма, в кавычках, как они говорили, или зашлись по барвихам и рублевкам, живут припевающе и думают, что так и должно и будет вечно. Нет, так не будет. Последовательной экономической, политической и социальной модернизации страны сегодня нет альтернативы. Но мы должны найти свой путь, свое решение, как его нашли многие другие страны, сумевшие вырваться из тисков догоняющего развития. Вопрос не в том, чтобы подражать этим странам. Надо искать собственные идеи и подходы. Россия не та страна, которая, в принципе, может жить по чужим лекалам. Мы всегда шли своим путем, и это не некая самостийность. Это действительно наш исторический выбор. Урок второй. Великий Октябрь показал, что к революции приводит слабость представительной власти. Революционные думы, несмотря на обилие блестящих ораторов, так и не стали площадкой для разрешения надревавших в обществе конфликтов. И эти конфликты в конечном итоге выплеснулись на улицу. И сегодня мы видим то же самое, когда кто-то пытается решать и творить политику на улицах. Это неправильно. Это путь в никуда. Никто не будет говорить из власти с любыми уличными лидерами. Выборный и Координационный совет, я думаю, что это большая ошибка протестного движения. Путин на самом деле обхитрил и очень хитро поставил их, когда зимой сказал, что не с кем говорить, представители улицы. И улица, условно говоря, улица, вместо того, чтобы формировать цели, понятные и поддержанные большинством общества, чтобы четко показать, чего же они хотят, не только с точки зрения кого-то долой, а с точки зрения того, как нам жить дальше, они решили формировать некий орган, который якобы будет вести переговоры с Путином. Да не пойдет он на эти переговоры по одной простой причине, у него весомый аргумент. Но даже за Навального проголосовала одна там сотая всех избирателей России. А Путин скажет, что за меня десятки миллионов. И с кем мне говорить? Вот и все. А они увлеклись вот этой игрушкой, вместо того, чтобы решать или попытаться, по крайней мере, поставить созвучные всему обществу цели. В современном российском обществе конфликтующих интересов ничуть не меньше, чем было в прошлом. Например, интересы тех, кто живет на зарплату и пенсию, в корне отличаются от тех, кто живет на дивиденды и прибыль на ренту. Мы должны научиться решать эти конфликты мирным путем в стенах Государственной Думы. Альтернативы нет, потому что улица – это всегда хаос. А именно парламент, который действительно должен стать площадкой для решения самых важных социальных проблем нашей страны, это действительно тот путь, по которому, в частности, идет партия, которую, я имею в виду, возглавляясь, провели в России. Через выборы. При всех фальсификациях, при всем использовании административных ресурсов, все равно можно и нужно побеждать. Конечно, мы видим, что «Единая Россия» использует древний принцип «разделяя властвовать». Когда был принят закон о либерализации и создании партии, и началось вот такое массовое строительство, как грибы полезли на новые и новые партии, мы же вносили поправку о необходимости создавать и возможность создавать избирательные блоки объединения. Но, опять же, памятуя об этой истине «разделяя властвую», запретили «Единая Россия» и проголосовала против. Потому что сегодня, только представьте себе, если бы КПРФ, исправедивая Россию, выделил единый список, да мы победили бы «Единую Россию» и в Государственной Думе везде. Именно поэтому они делают всё, чтобы этого не допустить. Сегодня, к сожалению, авторитет Государственной Думы, да и других уровней представителей власти, крайне низок. И это очень опасная ситуация. И, как я уже сказал, наша партия будет всё-таки стремиться к тому, чтобы, используя площадку Государственной Думы, заставлять, если хотите, навязывать «Единой России», всё-таки принимать те законы, которые нужны людям. И, должен сказать, не буду подробно останавливаться, нам это удаётся. Если хотите, сегодня миссия нашей социал-демократической партии «Справедливая Россия» заставляет и правительство, и президента, и «Единую Россию» всё-таки поворачиваться лицом к людям. И мы знаем эту свою роль, эту миссию, и будем дальше так и идти. Урок третий. Октябрь и последующие наши истории показали, что господство одной-единственной партии, партия Государства, её монополия на власть, устранение политической конкуренции, ведут к историческому поражению. Однако идея о том, что должна существовать одна «правильная партия», а все остальные «неправильные» в кавычках, жива до сих пор. И мы видим, как это сегодня используется. Опять уповает на то, что 14 октября народ прямо так вот проголосовал, поддержал партию «Единой России». Мы знаем реалии. Мы знаем, какие были массовые фальсификации, как использовался административный ресурс, как устраивались карусели и многое-многое другое. Но я вам переведу просто один пример. Когда мы в Твери поймали, прямо накрыли квартиру, где был колл-центр, из которого направлялись автобусы, где сидели бедные студенты, кстати, которых либо заставили, либо они подрабатывали. И они ездили с участка на участок, приезжали, подходили к нужному члену участковой комиссии, показывали паспорт, где в паспорте на второй странице слова Российской Федерации были подчеркнуты карандашом. И говорили пароль. Знаете, какой пароль? «Мы от Владимира Владимировича». Вот такой цинизм, вот так «Единой России» работал. И когда мы захватили этот колл-центр, вызвали полицию, полиция приехала и палец о палец не ударила. Сказала, мы ничего не знаем, ничего не видим. Даже когда за руковой фальсификаторов хватаешь, они все равно выкручиваются с помощью представителей правоохранителей структур. Поэтому сегодня, когда мы говорим о необходимости ликвидации монополизма одной партии, мы знаем, что мы делаем. И мы знаем, что действительно сегодня очень большая угроза для всего будущего нашей страны. Угроза в монополизме одной политической партии. Четвертое. Октябрь показал, что к революциям приводит глубокое социальное расслоение общества. Здесь я должен сказать, что сегодня, когда мы видим, что 10% самых богатых людей обладают минимум 35% всего богатства страны, а 10% самых бедных людей обладают всего лишь двумя процентами, мы понимаем, что это путь в никуда. Есть методика организации объединенных наций. Если разница в доходах, так называемых децильных коэффициентов, это 10 самых богатых, 10 самых бедных, больше 15, это уже угроза революции. У нас официальные данные говорят, что это в 18 раз, они по официальным в 30 раз. И все считают, что так и надо, все хорошо, и якобы мы просветаем. Я не буду пересказывать предложения нашей партии по преодолению социального неравенства. Есть программа, есть сайт «Справедливый Евро», можете любые, кто интересуется, зайти, потому что мы-то как раз четко понимаем, что нужно делать, где нужно брать деньги, как их нужно брать, как действительно, используя весь опыт лучший, в том числе и социализма нашего советского, и опыт уже рыночьих преобразований, действительно, выстраивать новые рельсы пути развития нашей страны уже по социалистическому будущему. Должен сказать, что провал советского социалистического проекта не смог скомпрометировать саму идею. Она жива. Более того, она побеждает во многих странах, и мы с вами это тоже видим, в том числе даже последние события в Западной Европе. Сегодня мы четко понимаем, что социалистическая идея, конечно, жива. В свое время известный социал-демократ Германии Вилли Брандт очень образно сказал, что социалистический идеал – это нечто вроде линии горизонта, к которому, конечно, нужно стремиться, но он, конечно, отодвигается, это нормально, потому что только двигаясь след за идеалом, мы действительно сможем построить справедливое, солидарное и счастливое общество в нашей стране. Партия «Справедливая Россия», как я уже сказал, выбрала свой путь, путь нового социализма 21 века. В этом году мы стали полноправными членами «Сосинтерна». Это очень мощная международная организация, куда входят более 150 партий из более чем 100 стран мира. И мы, конечно же, смотрим на опыт других стран, но еще раз хочу сказать, ни в коей мере не считаем возможным переносить опыт других стран на нашу российскую почву. Мы должны идти своим путем. Конечно, 7 ноября сегодня годовщина, 95-я годовщина Великой Октябрьской революции. Может быть, и праздничным днем, может быть, и непраздничным. Была бы моя воля, я стал бы праздничным днем, потому что это наша история, это наша память, и нужно гордиться этой памятью. И, как я сказал, нужно не забывать, что это была именно Великая революция. Но в конечном итоге главное, чтобы этот день не стал днем омолчания. Здесь я хочу высказать благодарность вашему институту и ректору за то, что вы проводите сегодня такую конференцию, посвященную этой памяти. Думаю, что мы не увидим сегодня в новостях ни о вашей конференции. Вообще, может быть, никто и даже не упомянет, что сегодня 95-я годовщина Великого Октября. Это, конечно же, печально. Когда 4 ноября у нас придумали новый праздник, мы же с вами понимаем, что это именно попытка привязать именно 4 ноября, чтобы оттащить от 7 ноября. День вполне имеет право на свое существование. Историки спорят, было ли это именно 4 ноября или какие-то другие идеи. Это, может, и оставим историков. Но то, что 7 ноября, день Великой Октябрьской революции, мы забывать не имеем права, я в этом абсолютно убежден. Дорогие друзья, завершая свое выступление, я хочу сказать, идеи социализма, конечно же, живы. Здесь очень много молодежи. Я абсолютно убежден, что именно вам воплощать эти идеи в жизнь, потому что иного пути у человечества нет. И главный стратегический путь движения по этому пути, еще раз подчеркну, убежден, покажет наша Россия, которая без всяких кавычек и без всякого применения отношения к политической партии, обязательно станет для всех граждан Российской Федерации справедливой Россией. Спасибо.